Привет всем подписчикам, с вами JazzClubGD. 2021 год запомнился прохождение многих Old Impossible уровней. Давайте в этом видео рассмотрим прохождение этих самых... левелов. Да, как-то я поздновато выложил это видео, но тем не менее... А почему, собственно, и нет? Перед началом видео хочу уточнить пару моментов. Во-первых, все левела из этого видео являлись не пройденными на протяжении как минимум 5 лет. Поэтому здесь не будет SuperHatMeWorld. Я пытался найти информацию о примерной дате создания уровня, и могу сказать, что уровню точно больше 3 лет. Но насчет 5 не уверен, поэтому не буду указывать уровень в этом списке. Но если вы знаете, когда создали уровень, напишите в комментариях. Во-вторых, обязательно должна быть верифицирована оригинальная версия. Допускаются лишь небольшие фиксы, без которых уровень на новой версии из-за изменений физики был бы технически невозможен. Поэтому не ждите здесь сокупить Circles, так как во многих местах геймплей был бафнут. Но спам на 59% был жестко понерфлен, а на предропе вообще совсем другой геймплей. Начнем с Silent Club. Я думаю, вы все знаете историю уровня, что он вышел 1 апреля, через несколько лет нам впервые прошли спам, бла-бла-бла. Поэтому давайте хотя бы рассмотрим поподробнее верификацию уровня. Еще в 2017 ему пытался пройти сэр Гулистер, который поставил 45%, сдохнув на спаме в середине уровня и дропнул. Вот так. Ну и еще в июне того же года он прошел версию от SuperX и ставил 44100 на своей собственной. Но это не то, что нам нужно. Еще что-то пытался делать Riot, но ни во что глобально это не вылилось. А вот Люквалайзер серьезно взялся за уровень. Первый прогресс вышел 31 октября 2020 и... Это было видео с прохождением. Да, Люквалайзер не выложил ни одного прогресса вообще. Правда, был уровень пройден на приватном сервере 1.9. Тем не менее, пройденная версия самая, что ни на есть оригинальная. 27 апреля 2021 Люк ребитнул СК уже на официальном сервере ГД, лишь пофиксив арбы на 46%. А в остальном, рейднутая версия ничем не отличается от оригинала. Как вы уже поняли, уровень получил рейд и на данный момент стоит на 28 месте в топе, прямо над Бладластом. А вот этот уровень уже был пройден на официальном серваке, Стереодимонес. Его историю почти никто не рассказывал, а если и рассказывал, то давно, поэтому слушайте. В версии 1.5 корейский игрок Маджеку выпустил на свой аккаунт уровень Стереодимонес, который был довольно быстро рейднут, но позже потерял оценку, из-за того, что был проверен нелегидно. Ну, логично. В 1.9 Маджека обновил уровень по нерфиву до Лоу Инсейн Демона, тогда как оригинальная версия была бы чистым топ-1 несколько лет. До 2021-го никто особо и не пытался пройти нерфит Стереодимонес, пока за него не взялся игрок KPG Dillon. КПГ, не знаю, пофиг, лучше KPG называть, так хоть уху поприятнее будет. 10 апреля он поставил 36%, и это стало началом прохождения, которое закончилось 29 сентября, спустя 56 тысяч попыток и 5 сливов после 70%. Да, не после 90, не настолько эпично. Но, тем не менее. А нерфит Стереодимонес был, наконец, пройден. Правда, не всё так радужно. На дворе уже февраль, а Роб не спешит рейдить уровень. И если Стереодимонес так и не получит оценку, то это будет большая потеря для комьюнити. А также, скорее всего, это сильно ударит по Дилану в моральном плане. Что насчёт сложности? Что насчёт сложности? По мнению Верифера, уровень должен находиться в топе на 30-25 месте, то есть рядом с Сайланд Клабом. Следующим будет не прям уж известный уровень, но, тем не менее, он держал статус невозможного около 7 лет. В этом уровне присутствуют бешеные спамы а-ля Сайланд Клаб Степ, непонятные тайминги, да и в общем и целом, несбалансированный, консервный и просто странный геймплей, а также полное отсутствие декораций. Вот всё, что можно сказать о Heaven and Hell. Ах да, забыл упомянуть, что это чудо построил небезызвестный Род Боус. Ну, все вы его знаете по Ice Carbon Diablo X. Вряд ли Heaven and Hell будет рейднут, так как, пусть его и Верифнули, он не является легендарным, как Сайланд Клаб или Сиро Димонос. Но, в принципе, если для Heaven and Hell сделать передекор и реверифнут, то, может, левел таки получит рейд. А пока про сложность. Уровень, ну, очень несбалансированный. Плюс, я не умею определять сложность уровней, а Верифер не сказал на эту тему ничего, поэтому... Идём дальше. Ес! Ещё с 2016 года, Стормфлай со своей командой перестраивал серию старых невозможных уровней, созданную корейским креатором Son0924 The Hell серии, ещё и за 1.2. Да ладно! Вскоре была перестроена вся серия, включая не вышедшие уровни. Однако Стормфлай вдруг ударила мысль. А чё бы мне не пройти All The Hell серию? Ну и вот он взялся за дело. Сперва, 29 августа, он прошёл All The Hell Zone. Затем The Hell World, хотел сказать я, но, как оказалось, видео с верифом уровня Стормфлай выпустил 2 октября. А прошёл он этот уровень 25 сентября. 2020. Дальше уже идёт уровень, пройдённый в 2021. А если быть точнее, 22 октября. The Hell Dainity. А в Хэллоуин он прошёл последний, на данный момент пройденный уровень из обозреваемой мною серии. Это The Hell Origin. Есть ещё The Hell Field, но я точно не знаю, выпускал ли его сон. The Hell Inferno сон точно не выпускал. И The Hell Holder. Да, The Hell Holder это практически неизвестный уровень, но сам факт, как бы, такой уровень тоже существовал. Но не вышел. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и напишите, хотите ли вы увидеть ролик про невозможные уровни, которые могут быть проверены в 2022. Также хочу сообщить о том, что я подключил Donation Alerts и теперь могу принимать донаты. Никого не призываю донатить, но мне было бы приятно получить от вас хотя бы рубль. Ссылка в описании. На этом всё. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь с колокольчиком. С вами был JustCube. Всем пока.